Вот второе гнездо за день нахожу. Оно еще ниже, чем первое. Вот, сегодня 16 октября, Севаловский район. Вот обнаруживаю дроздиное гнездо. Чашечка очень хорошо укреплена между веток на небольшой высоте. Думаю, что это черного дрозда гнездо. Но дрозда точно, черного дрозда. Предполагаю, что это черного дрозда. Потому что он делает гнездо ниже всех. Иногда в корнях прямо сидит, чисто насиживает. В чашечке. Вот эта чашечка. Из травинок, из веточек. Скреплена глина. Иногда не скреплена. Вот эта, например, не оштукатурена, по-моему, нет. Да. Так что укреплена мхом. В общем, с подручными материалами. То, что можно найти в лесу. И, как правило, дрозд несколько глубоких яичек откладывает. Я видела и 4, и 5, и 6, и 2 всего видела один раз. Практически ежегодно вижу насиживающих птиц. Чаще всего это почему-то самцы. Дерево интересное, прямо у дороги. И высота небольшая. Ну, я говорю, черный дрозд делает иногда даже в корнях. В нише корней, в пне, в выворотне. Обустраивает гнездо. Вот не боится он. Считает, что... И черных дроздов, кстати, больше, чем вот у нас в Санкт-Петербурге, на северо-западе, чем у остальных дроздов. Даже больше, чем рябинников. Это мое субъективное, конечно, ощущение. Вот. То есть, стратегия выживаемости, в принципе, верная. Вот он какой. А дерево вообще интересное. Тут еще внизу я заметила чешуйчатки. А нет, это не чешуйчатки. При ближайшем рассмотрении нагнулась. И сразу заметила, что это осенние опята. Или все-таки чешуйчатка. Может, чешуйчатка обыкновенная. В общем, уже такой темный. Я дома разгляжу, сейчас фотографирую, посмотрю, что это. Или все-таки осенний опенок. Ну, прямо я не знаю. Сейчас грибы сами на себя не похожи. Темные какие-то, почерневшие. А вот этот, мне кажется, все-таки по этому грибу. Это чешуйчатка обыкновенная. Вот как-то здесь я сразу перестала сомневаться. Ну, надо спросить у экспертов. Вот такая лесная композиция. Гнездо и грибы.